Друзья, всем привет, с вами Oregs. Тема сегодняшнего видео Instant ID совместно с автоматик 4 единицы. Instant ID это специальная модель IP адаптера Control Net, которая является наследником модели Face ID того же самого разработчика. И работает она еще лучше, чем Face ID. Пользоваться этой моделью IP адаптера можно как в автоматике, так и в ConfUI. Сегодня мы поговорим о работе Instant ID совместно с автоматик 4 единицы. Ну а на Boosty вы сможете найти урок по работе Instant ID с ConfUI. В ConfUI, как и ситуация с Face ID, работает эта модель лучше, и возможности там гораздо шире, но и установка там гораздо сложнее. Ну что ж, первое, что нам нужно сделать, это установить Instant ID на автоматик. Нам нужно перейти на страницу разработчика, вот такая страница, ссылка на нее будет в описании под этим видео, а также еще и на Boosty, конечно. Опускаемся здесь немножко ниже и есть инструкция по установке. Вот такая вот инструкция. Здесь нам нужно скачать вот эти вот две модели IP адаптера и Control Net модель и поместить эти модели вот по вот этому пути. Ваша папка автоматик, дальше models, Control Net. И это еще не все, нам нужно эти модели переименовать. Смотрите, вот такое вот имя для IP адаптера. Прям берем, выделяем его, копируем. Теперь нажимаем вот сюда вот IP адаптер model, заходим в папку вашего автоматика, открываем здесь папку models, открываем здесь папку Control Net. Вот таким вот образом меняем это имя IP адаптер, которое здесь написано, на то, что мы скопировали, и оставляем точкой BIN в конце. Вот это вот то, что я сейчас выделил, мы оставляем, а вот это вот вставляем, заменяем. То есть вот такое вот имя должно у вас получиться. Нажимаем сохранить. Теперь выделяем вот так вот второе имя, правой клавишей нажимаем копировать, и нажимаем по вот этой вот модели Control Net Model. И в эту же папку закидываем эту модель, в models, Control Net. Только опять же нам нужно переименовать ее сразу же. Правой клавишей нажимаем вставить, вот так вот. И дальше у нас будет расширение точка Save Tensors. Это у нас остается, вот это вот мы заменили. Нажимаем сохранить. Дожидаемся, пока эти модели будут скачаны, и мы можем приступить к работе. После того, как эти модели скачаются, нам нужно включить модель SDXL. Подойдет, в общем-то, любая модель SDXL, но от самой модели будет зависеть и наши результаты. Чем модель будет качественнее, и чем она будет лучше подходить под наш промпт, под наш стиль изображения, тем качество генерации будет лучше. Я написал вот такой вот промпт. Перевод вы можете почитать, поставив на паузу. Негативный промпт использовал вот этот вот стандартный такой Negative XR. Ничего есть такого особенного нету. Теперь давайте перейдем к настройкам. И здесь я выставил вот такие вот настройки. 24 шага. Честно говоря, сильно высоко завышать Sampling Steps не стоит. Я выбирал 50. Разницы от этого нет, просто все дольше генерируется. 20-25 шагов вполне достаточно. Sampling Method я выбрал DPM++ SDE Keras. Но по качеству генерации, в общем-то, он недалеко. Ушел здесь от DPM++ плюс 2M Keras. На 2M Keras, естественно, генерация будет значительно быстрее. Но давайте я оставлю вот этот вот Sampling Method и качество будет немножко получше. Поскольку мы выбираем модель SDXL, то нормальным разрешением для этой модели будет 1024 на 1024. Еще подойдут вот такие вот разрешения, которые вы сейчас видите на экране. 640 на 1600 и так далее. Эти разрешения я взял из фокуса. И еще очень важный параметр — это CFG Scale. CFG Scale должен быть от 3 до 5. Это я взял не из головы, это написано вот здесь. Вот здесь вот написано CFG Scale должен быть от 4 до 5. Но, в принципе, можете попробовать даже и 3. Я выбрал 4. И мне вот на 4 результат понравился побольше. Но все же это зависит от того, что вы написали в промпте. И, соответственно, CFG Scale нужно подбирать исходя из вашего промпта. То есть вы должны и так и так попробовать и определиться, какой CFG Scale будет работать лучше. Теперь переходим ниже, открываем Ctrl-Net. И здесь нам понадобятся две вкладки. Ctrl-Net — вкладка первая. Здесь мы нажимаем Instant ID. И сейчас многие скажут, у меня такого нету. И что с этим делать? Все на самом деле очень просто. Вам просто нужно обновить Ctrl-Net. Если у вас Ctrl-Net по каким-то причинам не обновляется, то вам нужно открыть вашу папку Автоматика, перейти в Extensions, найти здесь папку Ctrl-Net и просто ее удалить отсюда. И заново поставить Ctrl-Net через Extensions Автоматика. Обратите внимание, эта папка весит очень много. У меня она весит сейчас 17,4 гигабайта. Причем ни одной модели здесь нет. Здесь у меня находится только припроцессоры. Этот весь вес занимает припроцессоры. А модели от Ctrl-Net я вообще храню в другом месте. Я их храню в папке Models и в папке Ctrl-Net. Вот здесь находятся все мои модели. На тот случай, если я захочу снести всю папку расширения Ctrl-Net, то я хотя бы эти модели перекачивать не буду. Просто они весят еще больше намного. Ну а устанавливается Ctrl-Net очень просто. Нажимаете Extensions, выбираете Available, Load From. Выбираете здесь просто сортировку по установкам Stars. И расширение Ctrl-Net будет у вас всегда первое, потому что оно имеет максимальное количество скачиваний. Нажимаете здесь Install и после того, как это расширение установится, у вас оно либо исчезнет отсюда, если у вас выбрана вот эта вот галочка, фильтрация по установленности. Либо будет написано вот так вот Installed установлено. После этого переходите в Installed и нажимаете Planet Restart UI. После этого у вас интерфейс перезагрузится и Ctrl-Net у вас будет свеженький и готов к работе. Чтобы немножко ориентироваться, расширение Ctrl-Net написано вот здесь вот. У меня оно 1.1440. Соответственно, если у вас расширение будет более новое или такое же, то у вас нужные припроцессоры должны быть. И вот этот вот пункт Instant ID у вас тоже должен соответственно появиться. После того, как вы по нему нажмете, выбираете здесь припроцессор. Первый припроцессор нам нужен Embedding. И модель для этого припроцессора мы выбираем IP-адаптер Instant. Есть у нас еще Ctrl-Net Instant ID. А здесь у нас IP-адаптер Instant ID. Вот нам нужен именно IP-адаптер Instant ID. Выбираем и вот сюда загружаем лицо, которое у нас будет использоваться в Варте. Чем здесь можно поэкспериментировать? Вы здесь можете поэкспериментировать с Send Control Steps. Можете его немножко понизить, там до 0.7, до 0.8 может быть. И посмотреть, какие будут результаты. Вы можете немножко поиграться с Controlled Weight, с весом модели IP-адаптера. И можете поиграться с Control Mode. То есть важнее у вас будет контрольная сеть или важнее у вас будет prompt или сбалансированное решение. Я оставляю Balance, то есть сбалансировано. Теперь переходим на вторую вкладку Ctrl-Net Unit. Открываем ее и сюда закидываем какое-то изображение, с которого у нас будет браться вот такая вот карта. Это очень похоже на OpenPos карту, только здесь у нас отображается положение лица. С этого изображения у нас будет при процессор вот этот Instant ID Face K-Point, то есть брать ключевые точки и задавать их на вот такой вот карте. И потом с этой карты он будет использовать эти ключевые точки для того, чтобы воссоздать нам генерацию вот с этим вот положением лица. И, соответственно, сюда кидайте любое изображение лица, которое удовлетворяет вашим требованиям по положению лица в кадре, в общем-то, на изображении на вашем. При процессор здесь выбираем Key Points и модель здесь выбираем Ctrl-Instant, вторую модель, которую мы скачали. Естественно, не забываем включить Ctrl-Net и нажимаем Generate для того, чтобы сгенерировать изображение. В итоге у нас генерировалось вот такое вот изображение. Давайте я его увеличу. И здесь у нас есть проблемы с глазами. Но проблема с глазами на самом деле очень легко решается в InPaint или даже в автодетейлере на автомате. Я сейчас покажу, как это сделать. Качество самого лица будет очень сильно зависеть от его размера. Если лицо у вас занимает большую площадь изображения, то оно будет лучше продетализировано, чем вот такое лицо, которое занимает меньшую площадь изображения. Ну и даже на вот таком вот арте на самом деле изображение получается достаточно неплохое. Давайте я покажу, как улучшить эти глаза прямо при генерации на автомате. Мы сейчас зафиксировали сид. Открываем расширение Adetailer. Если вы не знаете, как установить Adetailer, то это делается тоже очень просто. Вы переходите в Extensions, выбираете Available, Load From. В поиске вот здесь пишите Auto Detailer и нажимаете Install. После того, как это расширение установится, оно у вас либо отсюда исчезнет, либо будет написано Installed. После этого вы нажимаете Install, Tape Line, Restart UI. Все в общем-то очень просто. После этого переходите обратно в Text to Image и продолжаем настройки. Находим Auto Detailer, открываем его, включаем его. Вот здесь вот выбираем в моделях Face Mesh Eyes Only. То есть только глаза. И соответственно Prompt прописываем только для глаз. Detailed Eyes, например. Раскроем здесь еще настройки. InPainting. В общем-то Auto Detailer это и есть InPainting. Просто он автоматически, автоматически определяются глаза и они автоматически InPaintятся. То есть вам не нужно это изображение закидывать в InPaint и там какие-то действия производить, таратить на это время. Это все будет автоматически. Модель сама определит эти глаза, сама на них наложит маску и сама их продетализирует. Наша задача лишь поставить правильные настройки для этого InPainting. Здесь в InPainting выбираем Denosing Strength. Я выставлю 0.6. Выбираем здесь модель InPainting. Я выберу модель InPainting Juggernaut Auto Mass. Можно выбрать Deliberate. Отличная модель. И скоро появится Deliberate 6. Это вообще замечательная модель для InPainting. Нажимаем вкладку Use Separate Checkpoint. Если вы эту галочку не поставите, то все, что вы здесь выбрали, силы иметь никакой не будет. И можем еще выбрать Use Separate Wide Height. То есть выбрать ширину и высоту для вот этого вот локального InPainting. Чем это расширение будет правильнее и лучше подходить для нашей модели InPainting, тем генерацией глаз, в общем-то, будет лучше. По умолчанию ширина и высота 512 на 512. Но мы можем выбрать 768 на 768. Главное не забыть поставить эту вот галочку. Дальше мы можем выбрать еще какие-то параметры, но я больше ничего менять не буду. Оставлю все вот так вот, как вы сейчас видите это на экране. Теперь наша задача нажать Generate и наблюдать за процессом. Сейчас у нас сгенерировалось изображение и теперь видите, вот такой вот маской выделились глаза. И сейчас эти глаза будут детализироваться. И вот такое вот изображение мы получаем на выходе. Давайте я его увеличу и посмотрим, что у нас выходит. Вот такой вот у нас Ди Каприо в одежде рыцаря. Друзья, вы спросите, это все? Нет, на самом деле это не все. У нас еще есть режим InPaint. Мы можем перейти в Image to Image, в InPaint и пересадить нашему герою, прям нашему же Ди Каприо, лицо Брэдли Купера. Вот это вот. Пишем вот такой вот промпт, простой MN. Можно, конечно, еще добавить какие-нибудь токены, которые повышают качество генерации. Ultra Quality, Ultra Detailed, HDR там и Cinematic. То есть то, что сюда подходит, это чисто ваши эксперименты. От правильности написания промпта будет зависеть и качество вашей генерации. Я напишу просто MN и посмотрим, что вот с таким вот простым промптом у нас получится. Негативный промпт вот такой вот я выбрал, Negative XR. Это тот же самый промпт, который был в Text to Image. Переходим к нашему Ди Каприо, к нашему арту. Выделяем вот так вот лицо со всеми контурами, чтобы контуры тоже перекрывались. Опускаемся ниже, смотрим на настройки. Mass Content у нас Original. Дальше у нас Whole Picture, то есть все изображение будет пересчитываться. Соответственно, нажимаем вот сюда вот и выбираем разрешение по изображению. То есть 1024 на 1024, как мы и генерировали. Сэмплинг метод я здесь выбрал попроще. DPM++ 2 M-Carrus. Но если у вас мощная видеокарта, можете запросто выбирать SDE. Качество будет чуть-чуть получше. Сэмплинг степс достаточно и 24. Тоже качество генерации будет достаточно неплохая. Ну, конечно же, CFG Scale не забываем. Это 3-5. То есть больше ставить не надо, иначе лицо такое будет пережженное. Детали от этого не прибавятся. Опускаемся теперь ниже в Control-Net. Включаем его. Нажимаем Upload Independent Control Image, то есть независимое изображение. И добавляем сюда Брэдли Купера. Нажимаем Instant ID. Выбираем при процессор Embedding. Выбираем модель IP Adapter. Все то же самое, что и в первом случае мы делали. И на второй вкладке мы выбираем Enable. Уже не включаем Upload Independent Image. Почему? Потому что нас интересует положение лица, положение головы. Такое же, как на исходном изображении. Если мы независимое изображение здесь не выберем, то у нас будет Братс сюда подставляться вот Control-Net. Именно вот это изображение. Нам, в общем-то, это и нужно. Чтобы в точности положение головы, положение лица совпадало с нашим артом. И на второй вкладке выбираем Instant ID. При процессор K-Point. Ключевые точки. И модель Control Instant ID. То есть контрольная модель. Больше ничего менять не будем. Нажимаем Generate и смотрим, что у нас получится. И получается у нас вот такой вот арт. Полностью тот же самый арт, но заменено чисто одно лицо. Давайте я увеличу и посмотрим подетальнее. Вот так вот это лицо выглядит. Соответственно, конечно же, с глазами, как и в первом случае, у нас проблемы. Но Auto Detailer в InPain мы включить не можем. Он работает просто не будет. Его включить, конечно, можно, но работать он не будет. Поэтому здесь просто перекидывайте это изображение вот так вот на вход. Сбрасывайте это выделение. Выделяйте глаза вот таким вот образом. После этого, конечно же, выбираем модель InPainting. Переходим ниже. Выбираем Only Masked. Выбираем 768-768 разрешение изображения для модели InPainting. Она 1.5. И выбираем Denosing Strength 0.6. Ну, может быть, поменьше или побольше. Это уже от вас будет зависеть. Control Net, естественно, выключаем. Генерируем и получаем уже вот такие глаза. Они гораздо лучше. И давайте рассмотрим еще такой пример. Если вы хотите получить вот именно вот этот вот арт, но с разными лицами. Например, сейчас у нас DiCaprio, а мы хотим Брэдли Купера составить. То смотрите, как мы можем поступить. Сейчас у нас все настройки в Text to Image, которые были у нас до этого, прям один в один. То есть я ничего не менял. Но теперь я вместо входного изображения просто кидаю Брэдли Купера. Сид у нас зафиксирована. У нас выставлено восстановление глаз. Адитейлер. И уже на вторую вкладку вот сюда вот мы можем скинуть наше сгенерированное изображение. Вот это вот. И давайте попробуем, сгенерируем. Посмотрим, что у нас получится. И в итоге у нас получается копия тот же самый арт, что и был, но только уже лицо Брэдли Купера. Друзья, еще одну мне фишку подсказали в Telegram-канале. Сергей Романов мне это подсказал. Настройки здесь, в общем-то, все те же самые, которые мы делали в Text to Image. Я здесь немножко поменял промт, вот эти вот токены добавил. Давайте опустимся ниже в Control Net. Во втором Control Net мы ничего не меняем. Здесь все остается так же. Здесь я заменил изображение, с которого берется позиция лица, но она ничего не дает. То есть это не влияет на результат. А вот на первой вкладке у нас есть новая фишка. Она появилась в последних Control Net, называется Multi Inputs. Эта штука позволяет добавлять несколько изображений, и она их сразу несколько, эти изображения оценивает. Как это работает? Мы здесь нажимаем Upload Images и выбираем изображение, которое мы хотим добавить. И, соответственно, добавляем сюда нужное нам изображение. Я выбрал три изображения. Но, естественно, эти изображения должны быть примерно с одной фотосессии, вот как это сейчас у нас здесь выглядит. И вот с этими же настройками, то есть настройки я вот эти вообще не менял, то есть такие же, как они и были. А вот Multi Inputs я включил, соответственно, три изображения добавил. И при генерации уже получается вот такая более качественная картинка, лицо становится более качественным. Да, может быть, здесь не хватает деталей кожи, но, тем не менее, изображение лица здесь уже не рушится. То есть лицо здесь более слаженное, более монолитное такое становится. Автодетейлер здесь тоже включен, и глаза здесь восстановлены с помощью автодетейлера. Автодетейлер. Друзья, если вам интересно то, что я делаю, вы можете перейти ко мне на Boosty и посмотреть здесь еще больше видео. Ко всем видео, которые здесь есть, приложены нужные файлы, нужные ссылки, для того, чтобы вы не бегали по группам и, в общем-то, не тратили свое время. То есть можете переходить на Boosty и, в общем-то, здесь смотреть все мои видео. Причем часть видео я не выкладываю в YouTube, здесь уникальные есть видео, которых вы на YouTube у меня не найдете. Еще у меня есть группа вот с такой вот собачкой. Здесь много разной полезной информации от токенов до промптов. И самая фишка этой группы, здесь короткие видео, те, которые вы смотрели на YouTube, но они буквально уложены в одну минуту, чтобы можно было посмотреть важные настройки. Еще у меня есть вот такой вот популярный чат, вот с такой вот собачкой. Здесь много разных тем для владельцев AMD, для владельцев Mac, Focus, ConfiUI. Здесь есть классная тема Artgen. Здесь люди выкладывают просто сотнями каждый день изображения. Вы можете здесь подчеркнуть какие-то важные моменты, спросить и поделиться информацией. Друзья, в общем-то, жду вас всех на моих ресурсах. Для каждого найдется что-то интересное. А на этом всем удачной генерации, всем хорошего настроения. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok